10 секунд remaining Бёрнинг, капитанит и первым пиком он может забрать вообще что угодно Начиная, так, Дума, кстати говоря, нету Очень любит просто Дикей играть через Дума Многие команды очень любят играть через Дума Настолько много хороших персонажей, что, наверное, даже не угадаю я Пусть будет, не знаю, Войт, может быть, какой-нибудь Ну, может быть На самом деле, ты, да, прям изи читаешь игру Команда Empire, пути назад для них уже практически нет Я показываю турнирную таблицу, и вы видите почему Потому что дальше глубже залезть, чем залезли ребята из Empire, сложно Два, пять Это проблема, серьёзная проблема Пока что команда Empire попадает в деньги, но за такими деньгами ехать на International, ну, это как-то стыдно, наверное, даже Тем более они в очень хорошей форме были У них это точно, для них это точно будет не достижение, отнюдь не достижение Если они не попадут в топ-10 Это будет провал для имперцев Для того, чтобы попасть в топ-10, им нужно взять ещё четыре игры из восьми оставшихся То есть половину матчей Это минимум, я не говорю про то, что там какие-то стыковочные могут быть, там спорные игры, ещё какая-то лабуда То есть это вот, при прочих там, да, стандартных каких-то обстоятельствах, им там надо взять ещё Порядочное количество каток И вот ДК одна из тех команд, у которой им предстоит победить Так что всё очень тяжело И мы видим Энигма Skyrass Mage Появляется у команды Empire Ну, блин, даже не знаю Ох, чувствую, после этого International просто не получится поиграть В PUBG нормально, Skyrass Mage будет просто везде Ну, хотя в нём нет ничего такого сверхсильного Просто хороший саппорт, хороший герой, который в умелых руках и при хорошей комбинации персонажей Ну, превращается в довольно грозное оружие 5 секунд осталось Так, Void, Void, Enigma Skyrass Mage Shadow Shaman появляется Ну, вот такой герой, которого на... В первом, точнее, игровом дне можно было увидеть несколько раз И вот во втором игровом дне он тоже у нас появляется Ну, вообще, герой чрезвычайно полезный Shadow Shaman Как на подпушах вышек, так и просто в плане дизейблов Так как дизейблы, как мы любим часто говорить, штука дорогая в доте Если покупать, мы говорим, хексы Тут хекс стоит 200 маны Хекс, конечно, не такой сильный, возможно, как у Леона Но за счёт того, что пуш-потенциал значительно выше, чем у Леона И... Вроде как Shadow Shaman сам по себе такой, да, герой поприятнее за счёт именно этого пуш-потенциала И не только пуш-потенциала В драке ты ставишь змейки, а они там вносят просто колоссальное количество дэмэджа Если Леон там просто шваркнул по соло таргету То вот Shadow Shaman может очень долго наваливать Если есть, например, какая-нибудь хроносфера А хроносфера есть! Это же комп-вомбы! Да, осталось только сюда ещё какого-нибудь, может быть, инвокера забрать тоже Он будет очень неплохо подпушивать Ну, может получиться действительно хороший пуш-потенциал, если добрать инвокера И какого-нибудь хорошего кэри, способного на пуш Вот маг побоялся всё-таки играть против крабы, да, действительно герой вредный, противный И вот... И опять же под хроносферу он подходит И мы это, кстати, видели Мы с Годхантом, кажется, вчера комментили подобную катку Когда у нас был Войд, когда у нас была Банша Там ещё был какой-то суппорт Джиггернаут вроде, что-то в этом духе Если это была та игра Потому что у меня уже очень много матчей перемешалось в голове За последние вот эти пару дней Так что посмотрим Минус Клак Вурк Для команды Эмпайр Не будет мага на Клокверке Один из его фирменных персонажей Какую альтернативу выберут Клокверку Мы совсем скоро увидим Пока что пик вроде и там, и там Достаточно такой интересный Но... Не знаю, не знаю, друзья Очень напряжённая ситуация для имперцев Главное, чтобы они не поникли Именно... Морально Ну и Пугна это такой По сути Вынужденный ход От команды Эмпайр Все команды, когда берут Скайверс Мейджа Всегда банят Пугну Вот что я заметил Всегда Неважно Есть место, где этой Пугне стоять Нету места, где этой Пугне стоять Собирается команда брать Пугну Просто её не будет вот никогда Когда играет Скайверс Мейдж Как бы да Ну там ещё и Энигма тоже с дорогими кастами То есть... Ты заходишь на Энигме Даёшь Ядолончиков Даёшь Midnight Или даже просто Маллифайс Midnight Pulse И умираешь Скайверс Мейдж Это примерно такаяise система Соотношение Монокосто и... Ууууууууу ууууууууууу Клинкса Клинкс От имперцев Это Сайлент на Клинксе, я насколько понимаю Блин, интересный такой выбор Очень интересный Но ДК, это же такие трайхарды Они же так хорошо умеют играть Против подобных крыс и героев Там же сейчас просто будет Команда 5, 4 гема 25 дастов и 50 пачек с энтрей Просто 5 слотов с энтрей у каждого Ну может быть это будет соло мид Флетчер, он хорошо стоит против большинства героев И способен Прогнать кого угодно с линии Посмотрим, может быть маг поступит Немножечко по другому Ох, флетчер, флетчер, флетчер Так, третий пик Очевидно, что ДК Могут попытаться дополнить свой пуш Каким-нибудь, может быть даже Фурионом, может быть даже Каким-то другим персонажем Дело в том, что Ну, воид он может как бы и на харде постоять Мы это уже не раз видели Может быть все-таки мы увидим здесь Фейслос воида на легкой линии Так, бестмастера Это уже интересно Не видели мы бестмастера Пока что, я так предполагаю В комбинации с воидом По крайней мере я не видел точно У ДК я не видел его тоже Для чего он нужен? Для того, чтобы сбивать Блэкхолл Энигми Или по какой-то другой причине Его забрали Ну, клинкса тоже вырывать не помешает Достаточно юркий герой Этот самый Клинкс И бестмастер Вообще много контроля сейчас у ДК В то время как у имперцев Этого контроля есть небольшой дефицит Да, Блэкхолл это конечно хорошо Но тут слишком много всего Что может сбить Блэкхолл Вот реально слишком много И Флайу придется Ну, ой, как тяжело Играя на Энигме Так что мне кажется Нужно добирать какого-то сильного Второго суппорта для Скайрас Мейджа Какой у нас сильный суппорт Например, еще остался У нас есть, например, Рейс Кинг Который еще вроде как Более-менее актуален Как суппорт Но мне на самом деле Он не слишком нравится Потому что Ну, такая неповоротливая хреновина А вот у ДК С бестмастером Шадоу Шаманом Вся эта фигня на дагерах Залетает, гангает, убивает Ах Блин, как же у ДК Все хорошо-то сейчас складывается Я не знаю Я очень надеюсь Что заедет этот пик С Клинксом С этим крысопиком Ну, не знаю, не знаю Очень ненадежный герой И Никс Ассасин появляется Ну, это, я так понимаю Суппорт Никс Ассасин Или нет? Это Никс Ассасин для мага? Это Хардлейнер Никс Ассасин Потому что Он в последнее время Ну, очень часто на харде появляется И понятно почему У него бешеный хп-реген Ни у кого, наверное, нет такого хорошего хп-регена Как у Никса Ну, и пропулить его на какой-нибудь там Пурменшилд И он способен будет впитывать Тем более Пока непонятно Будет ли это воет На Изилейне Если это будет воет На Изилейне То у Никса все Вот, я думал о Тинкере Потому что пикнули Бестмастера Ну, понятно Мы уже видели сегодня Бестмастера вместе с Тинкером Правда, в исполнении Немножечко другой команды И получилось у них Это, мягко говоря Плохо Никс неплох против Тинкера Вот в чем дело Да, конечно Никс очень хорош против Тинкера И То, что Никса взяли Предварительно Как бы у ДК был скриптовый Тинкер Да, который должен был появиться И, скорее всего Это читали Империя Но так как им Тинкер был не нужен Они решили законтрить его Вот таким героем Как Никс Ассасин И Я не говорю, что это 100% верняковый Офигительный вариант Но это вариант И это может сработать В теории Посмотрим, как это будет Работать на практике Сможет ли маг На Никсе Вытащить эту катку Для Тим Эмпайр Ну не только маг будет тащить Тащить должны будут все И Блин, я сам сижу У меня у самого мандраж Я не знаю Это игра Будто на вылет По большому счету У Империи Слишком мало игр Осталось для того Чтобы допускать ошибки Это ведь Бест оф один Смотрю в чатик Вижу там Слава богу Разора не пикнули Вот Солидарен Абсолютно согласен Вообще Уволить этого Разора К чертям Удалить из доты Удалить его из доты Вайпера убрали Тоже противный Противный чар Достаточно Так вот Я бы хотел бы Чтобы Эмпайр Поставили Возможно В мид клингза И на изи лейн Пикнули Хорошего Такого полезного Персонажа С которым Можно будет драться Только Играть им надо Не так Как они это делали Против Ликкет Абсолютно не так Если они вот так Будут играть Как против Ликкет Это все Это вливаем на 15 минуте И даже не досматриваем катку Вот серьезно Пока еще обет не унесли Да-да-да-да-да Потому что Ну смысл Не будет смотреть Если ликвиды Которые Ну как бы Не самые топовые игроки Но тем не менее Они хорошо Отыграли К ним вообще претензий Никаких нет А тут ДК Если ДК Да-да-да-да-да-да-да Какого-нибудь Айсайзайса На оффлейне Фрифармищего И Тинкера Там Бай Муши В миде Ну либо там Как-то они Наоборот разберутся Но я думаю Что все-таки Будет именно Первый вариант Ну как Все Гэгэшечка Будет Если Хорошего Героя Муши убрал, ой, Муши, прошу прощения, Бёрнинг, потому что Шторм Спирит это один из тех соло-мид персонажей, который контрит Тинкера напрямую, напрямую, хоть я и хотел, чтобы Клинкс там в миде постоял, но, наверное, всё-таки, наверное, всё-таки он пойдёт на изи-лейн и в мид нужно магу добрать. 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, Драгон Найт. Хороший плотный пик для лейта, как раз-таки, ну, очень-очень неплох. Если Эмпайр не смогут выиграть начало, то их задача будет в том, чтобы не дать себя зажать в мид-гейме. Если они не дадут себя сильно зажать в мид-гейме, то у них очень хороший лейт-потенциал, в принципе, драться будет можно. У них полностью сбалансированный пик, вот только инициация у них, наверное, не такая хорошая, как у Дикей, да, тут в качестве инициаторов могут выступать Бистмастер, Шеду, Шаман, Воид, контроля на карте очень много, станов тоже хватает, и... Ох, и Разору ДК! Только не это, только не это! Хардлейновый Воид, саппортящий Бистмастер, опять он будет, наверное, бегать из така Теншентов, да, на Радиент стороне, или, да, это ЛНМ играет на Бистмастере, и фармящий Рейзор, получается. Боже мой, а может быть, это фармящий Тинкер, пока непонятно. Да, вот он, Эмпайр Маг на Никс Ассиме на Офлейновом, Резолюшн на Драгон Найте. У меня сейчас вот эта легкая дрожь в руках пройдет, я реально очень волнуюсь, так что извините, если я буду сильно топить за Эмпайр, но я за них реально очень сильно топлю. Да я заметил, что даже я, игрок и человек-комментатор, который никогда вообще не топит, какая бы команда ни играла, уже начинаю потихонечку переживать за ребят, и у меня там проскакивают некоторые моменты, но, наверное, это даже плюс. Муша все-таки играет на Тинкере. Разором у нас будет шпилить сегодня Бернинг. Закупает три веточки танго, и, кстати говоря, тут у Тинкера... Ну, пока непонятно, кто куда пойдет. Вообще у Рейзера довольно много возможностей в миде ограничить фарму ДК. Мне кажется, что у Тинкера не так будет хорошо это получаться делать, но... Так, ну ладно, давайте посмотрим вообще, да, кто на ком там еще у ребят из ДК играет. Как там у вас Титр торчал, ММА на Шадоу Шамане, Бернинг, Рейзер, Лан-М на Бистмастере и Муша на Тинкере. Айс 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 вновь на Войде, на том самом непонятном, у которого что с лицом, Войде. Ну и ребята из Эмпайр, Ванскор, Скайрос Мейдж, Маг на Никс Ассаси, не рекламирует мой сет. Резольт, надеюсь, он выиграет. Ох уж этот Каспер, шматодрочер. Резолюшн на Драгон Найте, Сайлент Клинкс и Оллезон Офлайн на Энигме. Да, не до сетов сейчас, вот отнюдь не до сетов. Сейчас все на кону практически. Если сейчас выиграть ДК, то это станет отличным, вот знаешь, моральным таким поводом для того, чтобы не паникать окончательно. Да, вот чтобы не спиться перед завтрашним днем. А то им прямиком там есть. Вот сразу. Есть такой один номер в отеле, не будем называть, мало ли кто-то тут из Сиэтла нас слушает. Вот-вот-вот. Там уже ждут проигравших. Вот, в том и дело, что нельзя, нельзя сдаваться, нужно играть до последнего. И то, что Империя взяли Драгон Найтом, как по мне, это не так плохо, как могло бы быть. Почему? Потому что Драгон Найт... Ну, это очень сильный лейт. И это, в принципе, более-менее надежный герой. Да, на нем тоже можно нафидонить. И Рома на нем фидонил когда-то. Но, с другой стороны, герои все равно надежны. Если ты даже нафидонил в начале, у тебя будет шанс на 85-й минуте... Смотри, смотри, что сделал НМ. Да-да-да, он блочит спауны. Он просто блочит спауны. Да, тут он телом просто заблочил спаун. Просто он вот такую елку там спрятался интересную. Так, а... Как-то чересчур блока-спаунер. Поймали флайер. Ой-ой-ой, флайер, а смотри, ловят шеклсы. Неужели это ФБ? Это, кажется, ФБ. Да, и ФБ достается Шаду Шаману. Гениальная игра от ДК. Всю ситуацию, которая возникнет сейчас в лесу. И все продумали заранее. За что им, естественно, отдельные респекты и уважуха. 1-0. Империя начинает с вот такого вот неприятного для себя момента. Так, как дела обстоят у мага здесь сложной? Ну, у мага сложной все сложно. Потому что Разор всасывается. Разор тебя догоняет. Разор высасывает у тебя весь дэмэдж. Ну, Разор с этим дэмэджем чуть лучше фармит. Это хорошо. В принципе, дэнает крипов он тоже чуть лучше. И это для тебя реально проблема. Ну, вот мы видим, Макс реально регулярно, я имею в виду, карапасирует. Старается как-то держать Разора на дистанции. Бёрнинг тоже это прекрасно понимает. И вот у мага появляется первого левела импейл. С опытом у мага все более-менее хорошо. Третий левел у него, в принципе, не за горами. Хотя вот сейчас Разор начинает бычить по-черному. У мага, кстати, у него ведь есть карапасы. Слушай, маг начинает выражать с Бёрнингом. Ой-ой-ой-ой, маг карапасы прожал заранее. Беги-беги-беги-беги отсюда. 56 дамаги. У мага... Вообще, игра складывается таким образом, что саппорт и дикей, которые начинают ромить во вражеских лесах, они заставляют... Так, Ванскор, ты чего тут забыл? А, руну, руну забрал. Ванскор выбрал за руну, да. Но Никс забирает внизу руну инвиза. И Ванскор остается, в принципе, ни с чем. Но так нормально он вроде бы растыкал. Там хорошо Сайлент растыкивает Айс-Айс-Айса. Это очень тоже важный момент. Айс-Айс-Айс добил 5 крипов. На самом деле это много. Учитывая то, что у Сайлента их 10, это не так плохо для Айс-Айс-Айса. И нужно стараться больше уделять внимание этому войду. И Ванскор приходит. Ванскор понимает, что нужно уделять внимание этому войду. И спускать этого войда никак нельзя. Мы смотрели недавно игру с Айс-Айс-Айсом, который на 10-й минуте добил 2 крипа. А на 25-й минуте был с 4 слотами. Так что это проблема. Кстати, Макс инвизом сейчас чает опыт. У него уже третий уровень. Не знаю, будет ли это моноберн или второй импейл. Мак, что-то прокачаешь. Бестмастер сейчас стакать будет. Мак прокачает импейл, скорее всего. Да, это импейл. Ну, не знаю, моноберн тоже полезное. Ах, не добирает крипочков. Досадно, досадно. Но больше ждать тут смысла в принципе не было. И вот Бернинг всасывается. Бернинг с тапком. Мак без тапка. Но я не думаю, что Маку тут что-то угрожает. Все-таки под вышкой Бернинг точно вряд ли полезет. Да, Мак еще на верочку там прожимает карапасы. Но не так дорого стоит. Вообще у него очень много лечения у Мака. Ну, правда, прошло всего лишь 3 минуты. Конечно, надо контролировать Айса на топе, чтобы он не так много получал экспы. Но саппорты Дикей, которые начинают вот эту вот какую-то беготню по всей карте, они заставляют все-таки и имперских саппортов как-то реагировать на это. И в результате Айс там под шумок получает опыт. Но то же самое касается и Мака. Да, что Мак-то тоже стоит не против триплы, а практически в одиночку против Розора. И получает довольно неплохое количество опыта там. Да, проблема только в том, что Ланэм делает даблспауны Эйншентов. Ну, многоспауны, назовем их так. И проблема. Это реально проблема. Тинкер это все зафармит. Надо это как-то контролить. Не знаю, либо контрить, либо контролить. Тут два варианта. Пока что Эмпайр не прибегает ни к одному, ни к другому этому самому варику. Но Сайлент бьет крипов. Вроде бы все хорошо. 26 на 3, топовый крипстат. Прыгает свой. Ой, фото в ног. Ну и на Ванскор, А Ванскор лети. Лети, Лети Ванскор. Ванскор, беги отсюда. 350 мувспида у Войда. Надо отдаться на нейтралов. Отлично, Иван. Иван. Какой же ты валидольщик, Иван. Сайлент тут тоже лучше не тусить. Он сейчас его тоже трохнет, и все, и беда. Беда борода. Сайлент. Что это такое? Я ужас какой-то. Айрат. Айрат, завязывай. Айс просто щемит двоих на своей сложной линии. Это невероятно, конечно. Войдом. Войдом. Не каким-то там, я не знаю. Хотя, ну, Войд-то с Пурменшилдом ему тяжело объяснить. И рука у него серьезная. Ну, рука у него одна из самых серьезных в игре. Войд, если кто не в курсе, имеет один из самых высоких показателей дэмэджа в начале игры. Ну, и в конце, в принципе, тоже он не особо вяло наваливает. Ну, вообще, да, неприятно с ним тыкаться. Особенно, если у него есть хотя бы на один там вкачанный бэктрек и там Пурменшилд. Пробивать очень тяжело. Конечно, валидольщики эти Эмпайр. Так, флай. Флай в лесу. Флай все норм. Флай в лесу. Ему там, конечно, мешали до поры до времени, и его видят. Так что могут на него ворваться. Но это не самое страшное, пока на него не ворвались. Или вот идут врываться. Бисмастер второго уровня. Бисмастер уже... Бисмастер не проблема, понимаете? Как бабки не проблема, только бисмастер не проблема. На данный момент. Вот Резолюшн прожимает ульту. Очень сильно он тут прохарасил муши. У муши всего 200 здоровья осталось. И Резолюшн залетел наверх по контролю рун, но немного рано он это сделал. Хотя в миде крипы еще не поумирали. Резолюшн ничего не потерял. Сейчас еще один Брестфайр даст. И отправится опять на руну, скорее всего. Это самое хорошее решение будет. Вот 57, 58, 59. Ой, тут Тинкер уже начинает фармить хэншентов. Еще и хоста. Хоста для муши. Это не видел Роман. Не контролировал он этот момент. Так, и Сулрин появляется у Тинкера. Все, Тинкер сейчас будет начинать фармить вот этих хэншентов. Ах, и ничего не сделать. Разве что прийти и воевать там всей толпой. Так, тут Айсайсай сильно просел на топе. У него, кстати, закончился реген. У него остались только стики. И этим можно попытаться воспользоваться через замедление. Сайлент, Сайлент, правда, первого уровня. Аркейн Болт подмаксил товарищ Ванскор. Может быть, стоило именно Сайлент подмаксить. Много уже имеет Сайлент. Практически Оркит дособирал, между прочим. Но его задача будет потом бегать и этим Оркитом помогать своей команде, расстреливать. Но при пуши будет очень хорошая возможность скинуть Сайлент на того же самого Войда, который прыгнет с Таймволка. Если успеть на него повесить Дизейбл, то он не поставит Хроны. Это может очень сильно разрешать в тимфайте. Так, там поставили Вард, Ванскор. Осознал то, что там довольно много стаков на Эншентах. Так, ну слушай, тут сейчас смотрю на топе. Айсайсайс реально сильно так быкует. Сайлент не знает, где находится Тинкер. Он догадывается, где находится Тинкер. Точнее, нет, он наверняка знает. Тут поставили все-таки Вард, слава богу, есть теперь Вижн. И Ванскор поставил вот такой вот Вард в текстурах, но который все весьма неплохо палит. Айсайсайса продолжают пробивать. Очень больно Айсайсайс. Вот теперь ему реально очень больно, потому что там хорошего уровня стрелы и Арканболт нормальный. Ну, в общем, с левелом проблем у Ванскора вроде нет. И это очень хорошо. Да, и он понимает, что не хватает Сайлентса. Что нужно до Макси чуть-чуть Сайлентса. То есть завязывается прокачка Арканболта и уходит именно в печатку. Веншент сил. Ну и Мак сложный, пятый с копейками уровень, пятый с половиной уровень против Берлинга. Берлинг ему мало что делал, но и Мак, естественно, тоже не особо лютый воин. Всего три крипа он забрал, но зато опыт хорошо сумел забрать. Видел, да, как ДД подбирает Никс. Никса на уровень, на один меньше опыта. Да, ну это нормальный, в принципе, показатель. Учитывая то, что он стоял против такого неприятного товарища, как Разор, который его, ну, по дефолту прогоняет. Он просто приходит, ему даже бить тебе не надо. Он просто начинает сосать дэмэдж, и ты понимаешь, что на линии тебе лучше не находиться. Сайланты купает ПТ, и там, кстати, колечко Сайлантовское. Да, он, наверное, Аквиллу собирается купить. Смотри, кстати говоря, Резолюшн ходит сейчас на ТО. Пошли, да. И пушить, ребята, пошли. Будет форма у ДК, нужны какие-то арканы. Нужна Базила, очень сильно нужна Базила. И Базила вовремя не долетела. Резолюшн начинает травить вышку. У Айсайсайса есть Хроносфера, у Ланема пока нет ничего. Тинкер рядом, у Тинкера четвертый по кусаке. Пошел Глиф, и Резолюшн отходит. Резолюшн отходит. Маг перетягивается в центр. Маг в центре сейчас постарается добрать себе Аркан Буцы хотя бы. Мне кажется, что он все-таки будет рашить Даггер. Маг? Да. Не думаю, я просто. Никс без Аркан Буцов, он вообще мало на что способен. Тут Айсайса, Айсайса, нужно забирать, нужно, нужно его забирать. Айсайса, успевает упрыгнуть. Флай разворачивается. Бёрнинг, Плазмофил. Как развернуться, просто развернуться и поставить Хроносферу, хотел сказать, поставить Блэк Холл. Но вот как раз Хроносферой мог бы опередить Айсайса из Флая и с руки снести ему эти 300 хп. Там, какой-нибудь таймлок шальной бы прокнул, и всё. Тинкер практически с Тревел Бутс, Мека появляется у Рейзера, уже не так легко будет пушить Дикей. На бот потихонечку подходит ММА, который 6-го левела. Жесть, как он быстро получил. Очень быстро 6-й. Как я говорю, смотри, читает и отходит он от Никса. Не даёт ему войти с Вендетты, но вот Манка, по сути, заставили. Вынудили, можно сказать. Не, ну, сейчас нормально, может быть, даже подфармит что-то. Опа! Хорошие Карапасы! Хорошие Карапасы! Очень чёткие Карапасы, но всё равно, скорее всего, убьют здесь Мага. Да, есть сеточка, и это минус Маг. Ещё и Тинкер сюда подтянулся, ну и сразу трое здесь игроков. Да, Карапасы, конечно, были в тему. Айсайсайс из-за этого очень сильно пострадал, но это всё равно мало. Этого мало. Почему нет Монобёрна у Мага, Маг? Почему тебе нет Монобёрна? Нужен Монобёрн хотя бы первого уровня. Он очень нужен. Всяких Тинкеров. Пш-пш-пш! Так, приходит Резолюшн. На линию. Айсайсайса? Не видели. Не видели Айсайса Айса. Блин, такие вот эти нычки лютые. Просто жесть. Ну, не такой он страшный без хроносферы, конечно. Но вообще сейчас прокнется на какой-нибудь... Смотри, просто таймволк и... Раз. Два. Гонит, гонит дальше Резолюшн. Там, конечно, 10% шанс таймлока. Но, помнится, были у нас времена, когда и Слардары с 10% 4 баша подряд выдавали. Бывает всякое. Как говорится, в таких моментах вероятность равна 50%. Либо прокнуло, либо не прокнуло. Всё остальное, это вот эти ваши математические загоны. Это не работает в мире доты. Я понял, да. На мид перетягиваются сейчас игроки команды DK. Ушеду шамана седьмой уровень. Ну, ЛНМ практически шестой получил. Саппорты команды Empire не могут похвастаться. Хотя нет, могут тоже. Седьмой, шестой лвла у них. Просто у Eninghme пока что нету меки. Она не такая полезная, да. Всё-таки нужна мека обязательно. Вот Always on a Fly, в отличие от No Tail'а, прокачивает у нас вместо второго Malafise Midnight Pulse. Ну, вообще Midnight Pulse правильно отчитается, но не будем заморачиваться. И летит ещё что-то для DK. Ogre Club. Видимо, решили сейчас убивать Айса. Блин, но Айса тут не самый хороший. Надо со стана открываться обязательно, хотя решили... Ещё есть один стан, это должен быть минус. Хорошо. Отличный выход. Хорошо сыграл маг, хорошо сыграл Resolution. Усыпили бдительность Void'а и на этом как бы качественно сыграли. Теперь проблемы могут быть у Silent'а. Висит птица в воздухе. Птица должна была, ну, естественно, палить всю эту обстановку. Подходит ММА, ставит варды и начинает пушить вышку. Дефить эту вышку очень сложно. Это, само собой... Не спортишься, а у него есть карапасы. Да, всё-таки купил себе арканы маг. Слушай, а Silent'а с тычки забирает вард. Лол! Silent' просто перещёлкал все варды и очень чётко их заформил. Тинкер пришёл. Silent'у вообще ничего не отнял, потому что у того... Так, смотри, заходит Fly. Может быть, сейчас что-то получится. Всё, но там есть Vision, и он понимает это, когда до него долетают ракеты. Да, вот ракеты продолжают здесь летать. У Муши, из-за того, что есть Soul Ring, очень много маны. Fly! Fly! Fly отдаётся. И там кто зашёл? Там зашёл Бёрнинг. Вышки ведь уже нету. Отличный был только что. Отличная хроносфера от Ice Ice Ice. Урона пока что мало, но по кусаке очень сильно съедают мага. Мага отходит. У мага нету маны даже на Аркан Буцы. Маг Аркан Буцы и Карапасы не хватило. Маны на Аркан Буцы. Resolution может попытаться подстанить, нет ультимейта у Бестмастера, в итоге разменялись 3 в 1. Весьма плохой файт для команды Empire. Да, весьма и весьма плохой файт. Ну, птица, птица зарешала, птица дала ракетам шанс, 100% шанс достигать своих целей, и из-за этого очень сильно просила Энигма, ещё и Soul Ring там был, и Fly очень быстро забрали в связи с этим. Магу просто не повезло. Вот реально 10 маны ему не хватило для того, чтобы проиграть Арканы и Карапасы. Не хватило Мекки, вот не подставился бы Fly, дофармил бы Мекку и пошли бы потом драться. Возможно, получилось бы намного лучше. Возможно, возможно. Не будем тут спорить уже точно. Скорее всего, увы, и получилось. Лучше и Сайлент. Сайлент пошёл искать. Он найдёт сейчас Бестмастера. И у Сайлента хоста. Кажется, Бестмастеру ГГшечка пришла. Ну, надо со стана только открываться, Маг. Просто стан, просто стан. Маг, просто дай стан. Сайлент его убьёт. Так, хорошо. Итак, и так убили. Окей. Я уже начал нервничать. Андрей Чепенко, соберись. Надо стрелять. Сайленту надо стрелять. Вот он уже на Оршот напармил себе. 14-ая минута. ПТ к Виллу Оркет. Уже хороший дэмэдж у Сайлента. Сейчас его задача, вот эти вот, в этот порядок УДК, который они наводят на кассе, его надо разрушить каким-то образом. То есть, начинать наводить хаул. Сейчас Бёрнинг делает телепорт. Вот если чем сбить, нет, сбить нечем. Да, ну вот прилетаю сейчас на центр. Опять есть ворды у Шадоу Шамана. И теперь нужно защищаться. Флай на месте. Флай с Блэк Холлом. Флай ставит Мидный Боллс. И Ван Скор тоже здесь. У Ван Скор тоже есть ульта. Всё, нужно забирать Змеек. Рейндж есть. Рейндж позволяет. Ну, просто сделать пацанчиков. А пацанчиков ещё нельзя сделать. Энигмята. Давай. Энигмята. И просто убивать ворды. Да, хорошо. Теперь нужно Денай Тауэр. Нужно постараться... И отлично! Энигма и Далонами Денай Тауэр. Хорошо сыграл Флай. Кстати, две вышки уже заденаили ребята из Эмпайр. Мы уже говорили, что если ты денаешь один Тауэр, это ещё не так сильно сказывается. Но если ты денаешь там две-три вышки, это уже реально сильно давит по экономике. Но боюсь, что ДК уже сильно впереди. Сейчас может зарешать тот факт, что у команды ДК нету... Ну, всё, ММА погиб. Или Мека будет? Не успел. Отлично. А, не было Мекки, не было Мекки. Мидас у Айса на 15-й минуте. Вот Флетчер это как раз-таки тот герой, который может сейчас помешать. Так, это чё такое? Ну, смотри, он просто пришёл и... Не, ну он нормально всё делает, заставил Бернинга потратить... На топе Хронов Ванскора, Ванскор погибнет, скорее всего. Ванскор, 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 Ванскор! Ай-яй-яй, там такой вообще писечки не хватило для Айсайса. А, у Айсайса Мидас. Вот он играет своего вот этого стандартного Войда. Его ещё и Тинкер Ботлом помазал. Так что Айсайс, в принципе, в шоколаде. Выход на нижний тавер. Сайлент понимает, что нужно использовать преимущество своего героя по полной программе. И он их использует. И хотел сказать, Крип допьёт сейчас эту вышку. Но нет, вышка достаётся именно Сайленту. Вот если сейчас имперцы, забрав Т1 вышку, ещё умудрятся убить Рошана, мне кажется, что они сравняются по золоту и по экспе с командой Дикей. Ну, там... Ну, по золоту... Ну, получше будет ситуация, это точно. Хороший буст для команды Эмпайр будет. Теперь им надо как-то... Ну, постараться в миде забрать Т1. И, возможно, ну, шлёпнуть кого-то. Дикей, правда, не хотят... Драться вот так вот разрозненно. Они бегут пятером. Через 60 секунд будет хроносфера. Идут ломать Т2. Видимо, понимают они то, что на Рошане сейчас находится команда Эмпайр. Есть ли телепорт? На топ-на-то партиица в первую очередь ДК. Так, ДК отменяет телепорт. Да, ДК отменяет телепорт. И, видимо, решили вообще не идти дефать. Сайлент подходит. Но там стоят центрики. Там стоят центрики. А он здесь где-нибудь подцепит. Вот тут возможно. Смотри. Скорее всего, так и будет. Да, он видит ММА. Он даёт инфу о том, где находится вся команда ДК. Кончится Виндволк, кончится Крип. Так, ванскор. Рядышком. Палеца, всё. Маг подходит. Маг не видит. Нет, всё, не пошли они сражаться. Резолюшн у них в миде остался. И поэтому... Тут кабаны, птицы. Тут такой вообще нереально лютый вижен у ребят из Дикей. Так вот, Шадошиман покупает себе даггер. Отлично, отлично. Всё для Декад. Посмотри, 18-ая минута. Уже даггер и аркан вуцы. Никсу, конечно, такое, наверное, может только сниться. Хотя, не то чтобы. У мага уже тоже есть 1400 золота. Если не умрёт он в ближайших, там, чуть-чуть времени, то, в принципе, появится даггер. Очень опасно. Очень опасно Дикей сейчас заходит. Ну, точнее, для Эмпайра. Это опасно, конечно же. Нашки Сайлента. Да. Неужели его пойдут 10? Не поставили ничего. Ведь ребята из Дикей. Неужели Эмпайр хотят там драться? Против Кроносферы? Они не хотят драться. Они забирают Тауэр и всё, и разлетаются. Резолюшн уходит и Флай уходит. Причём уходят вниз. Они понимают, что сейчас будут пытаться идти их гнать дальше. Ну, и хорошо. Просто вот в этом узком проходе, если бы вдруг ДК до него добежали, я боюсь, что Энигма на развратике бы им устроила безудержное веселье. ДК с дабл дэмэджем, и он себе купил ещё лотер. Конечно, это классная штука. ДК может инициировать с помощью лотера, но проблема в том, что и Флетчер тоже у нас будет... Слишком много инвиза. И одним гемом, парой с энтрей, это всё очень сильно законтрится. Не нужно, мне кажется, было так делать. Возможно, стоило выйти в быстрый... Ну, хотя быстро БКБ тут тоже ничего не решит. Разору пофиг на БКБ. Шадоушаману пофиг на БКБ. Ну, я имею в виду его вардам. Хекс, это, конечно, всегда прикольная штука. Бистмастеру пофиг на БКБ. Тинкеру практически пофиг на БКБ. То есть, БКБ тут нужно, наверное, какой-то Энигме, чтобы вкастовать просто свой блэкхолл. И то, там есть бистмастер, который будет стараться держать... Сайса, но один он его не сможет убить. Ну, я так и говорил, да, сейчас... Ему Крипчик только нужен, нужен Крипчик. А, Крипчик, он продал его. Нет, всё, уже не погонится, наверное, здесь Сайлент. Хотя можно сейчас ещё один Виндволк прожать. Ну, сейчас он спалится с Виндволком, если будет его тут как раз прожимать. Так, где тут Ванскор? Ванскор Арканы, восьмой с половиной уровень. Много бегают имперцы, много бегают, отстают уже по уровню. В принципе, Ланэм тут тоже много бегал, но он больше бегал в начале. И Даггер появляется у Никса. Да, Гем и Даггер появляются у игроков команды DK Empire. Да, вот тот самый Гем. Тот самый Гем понимает, что слишком много инвиза. И с этим инвизом бороться можно очень легко при помощи всего лишь одного артефакта. Если, конечно, грамотно спланировать фокус этого Гемоносца, то можно обеспечить себе успех. Вот Гемоносец у нас Ланэм, который и без того будет стараться держать позицию как можно осторожнее. Хотя у него сейчас Даггер, то есть он в теории должен сам инициировать. Ну, не знаю, посмотрим. Птицы летают, Вижен дают. Что же делать против такого? Ну, конечно, есть Клинкс, есть Драгонайт, которые весьма неплохие лейты. С другой стороны, есть Тинкер. Против Тинкера, с другой стороны, есть Никс Ассасин, который, напоминаю, реально работает против Тинкера. Потому что дать по Тинкеру 2,5 секунды стана, это дорогого стоит. А Никс способен дать их в любую точку, где бы Тинкер не находился. Просто прожав Карапаса и прыгнув в Покусаки, который, по сути, любой Тинкер как бы закидывает. Это ни для кого не секрет. Похоже, собираются Эмпайр ломать Т1 на топе, пока у них есть Аегис. Но сделать это надо как-то по-хитрому. Нельзя просто пойти в лоб, поймать Хрона, все ульты, раскаст и погибнуть. Им надо вот как-то растянуть эту драку, на мой взгляд. Ну и при этом надо, чтобы Флай дал свой Блэкхолл. Посмотри, поймали. Резолюшн, Резолюшн, Никс! Ну, Моноберн, куча телепортов, засосало здесь Имперцев. Отличный, отличный Сайл, Исфа Сайса и Блэкхолл. Розора, правда, не попали. Розора тоже нужно покусить. Резолюшн, Резолюшн, добить, добить. Бернинга, еще буквально пару тычек Мека прожимает. Бернинг выживает, прыгает дальше Муши. Муши в госте, Муши в госте. Никса уже нет, Резолюшн лоу ХП, Флай, Флай. Просто отпугивай людей, просто кираму Резолюшна закрывают. Минус Аэгис, Сайлент отстреливает ворды, Сайлент открывает дорогу Резолюшну. Резолюшн выбирается отсюда. Отлично, все, нужно убегать. Один в три, в пользу Имперцев. И ворды, 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 фармить, фармить, фармить. Можно попытаться сейчас еще, конечно, поломать вышку, но это очень опасно. У Энигмы ничего абсолютно нет. Ни маны, ни хп, ни мекки. У Скайверсмейджа такая же ситуация. И лишь Резолюшн здесь целый практически вытанковывает крипов. И смотри, в спину, в спину бежит Сайлент. Он должен подрезать сейчас ЛНМ обязательно. У него гем, его надо убить в первую очередь. Но у него, блин, при этом тоже есть. Это надо понимать, он заметит, отпрыгнет оттуда. Ну же, сможет он его поймать или нет? Есть Шадоублейд у Драгонайта. Можно попытаться сыграть именно через него. Да-да-да, все, увидели, увидели, Крип побежал за Сайлентом. И Сайленту вообще нужно отсюда такие ноги сейчас наворачивать. Потому что нет никакой гарантии, что с МИДа, например, не подходит еще кто-то. Да, вот прыгнул, например, ЛНМ и увидел, где был Сайлент. Фуф. Тяжко. Там Блэк Холл был такой, чисто перестраховаться в Войда, который, ну, в принципе, погибал. Войд хроносферой мог очень сильно дать команде свои время для перегруппировки. То есть, Войда стерли, причем, как бы, подойти тоже все боялись. Там же хрен разберешь, какой радиус этого Блэк Холла. Ты там буквально пяточкой в него наступил, и все, и тебя засосала опасная трясина. Там Разор был очень близко, но вот он сразу только телепортировался и убежал оттуда. Он не стал драться. И тем самым подарил тоже немножко времени имперцам. Ладно, 9-7. Че тут у нас по деньгам? По деньгам Империя выходит пока в ноль, и разница до этого была не особо-то велика. По опыту чуть-чуть Империя вышла вперед. Но тут, конечно, этот тинкер очень сильно мешает. Энигма имеет БКБ на руках. Слушай, по-моему, ДиКей идут просто-напросто драться, пока нету. Опа, поймали мага. Ну, надо-надо отдавать мага. Нужно продавать его. И Айс Айс Айс, отличная хроносфера. Бёрнинг пытается в нее не наступить. Ставятся в орды Шаду Шамана. Отличные ракеты от тинкера. Минус 3. Гениальная игра ДК. Еще и вышку, да, потеряли. Но это птица. Вот, ну, надо понимать. Сейчас, я думаю, Империя догонит, что спалили их не просто так, что вот эти мансы в лесу, они ни к чему не приведут. То, что ДК видят все. Айс 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 под Момом ныряет. Глиф. ДК, ДК, который догонает, имею в виду. Пока подходить боится. Понимает, что нужно как-то грамотно бачком-бачком подходить, задувать крипов, но вышку, скорее всего, потеряют. Нельзя погибать за уже разрушенный Тауэр. Нельзя. Ну, просто сейчас, опять-таки, у ДК ничего нету. Можно попробовать напасть. Сайлент, тем временем, нашел крипа. БКБ есть. Может, как-то на отступлении он все-таки попытается поймать, ну, хоть кого-то. Ну, вот ММВА можно поймать. Возможно, Айса тоже можно поймать. Сайлента увидели. Сайлента увидели. Поздно он поражал Скелетон Волк. Нээээ. Досадно. Ну, Сайлент убегает. Еще и инвиз кому достанется. Я думаю, что... А, да, оставляет... Магу оставляет инвиз. Много инвиза, блин. И все равно по-прежнему гем остается у Ланема. Гем все еще есть у Ланема. Вышечка. Вышечка! Сайлент ее заберет. Да, без вариантов. Глиф не стали прожимать ДК. Хорошо подкрысил. Так и нужно делать обычно. На Тир-1 вышке просто нету бэкдор протекшена. Для тех, кто, возможно, не в курсе. Поэтому такие сладкие попали. Интересно, Резолюшн сможет поймать Муша? У Муша есть даггер, но он не хочет пока что. Смотри, 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 что творит. Может подстанет. По идее, может подстанет. Да, он подстанет его. Хороший брысфайр. Начинает фокусить Идалоны, но они кончаются. Лазерный прокаст. Какой прокаст, но Муши погибает. Хорошо. Резолюшн с испугу просто БКБ нажал, он получил уже. Он глотнул этого прокаста, но зачем-то поражал БКБ. Ну, это уже бог с ним, да. Мало ли что там случится еще. В какой-нибудь... Не знаю, что там. Топоры прилетят из леса. Там пофиг на БКБ топорам. Ну, ничего страшного. Что-то, короче, прилетит. Форки. Все нормально, все нормально. Забрали главную головную боль. Причем у Муши уже сейчас будет Эзериал. Вот ему чуть-чуть отсрочили Эзериал. Так, у Мага перестали добавляться денежки, но у него хотя бы левел поднялся до 11-го. И вторая вендетта позволяет ему уже чуть более свободно разгуливать. Кулдаун падает на 10 секунд, длительность увеличивается на 15 секунд. Так что больше-больше просто перемещаешься в инвизи. Следовательно, меньше инфы у ребят из ДК. Но тут, кстати, такая двоякая ситуация. С одной стороны, есть птицы, которые все контролируют. С другой стороны, есть куча инвиза у имперцев. Это Маг с таким, ну, долгим, да, инвизом. Это Сайлент практически с перманентным инвизом. И Драгонайт, который, если что, сможет там спрятаться. Так что тут все весьма любопытно. Именно в плане Вижена и Антивижена. 27-ая минута. Давайте посмотрим на графики. На графиках ДК опять рванули немножко вверх. Но пока еще не страшно. Всего 3000 золота. И по опыту империя чуть-чуть впереди. На 3000 опыта. Так. Что-то может быть интересное. Потихоньку начнет появляться у Always on a Fly. Да. Практически даггер он имеет. Нужно еще, конечно, пофармить. Ну, кстати, даггер БКБ. На резолюцию, смотри. Там Рошан. Рошан уже появился. Дефьюжал Блейд. Это нужная шмоточка для Крисса. Опережает покупку подобных артефактов типа Гаста у команды ДК. Массовую покупку. Потому что у Shadow Shaman уже есть Гост. Но Shadow Shaman 948 хп. Это моментальный фраг. Это просто изи катка. Учитывая то, что у Silent есть БКБ. То есть ему, в принципе, пофиг на... Смотри, расстреливают иллюзию Silent. Но остальная команда Empire в смоке, она не спалилась. Сейчас могут найти Айса. Сейчас видит Айса. Или в ответочку тоже видит. Посмотри. Ну-ка, видит действительно. Да, действительно видит. Я вижу то, что тут варда. Вот сейчас он упадет. Сейчас он... Да-да-да-да, как раз. Вот все было заметно. Там Silent. Там Silent. Сайлент попадает на кикера. Хорошо, Муша можно убить сейчас. Но он не умирает. Мак ошибается. Не попадает импелом. Снимает там гост с Муши-Муши. Убивает. Там отличная была хроносфера. По флайву. Мека. Флайву. По бёрнингу. Отлично. Добивать бёрнинга нужно. Минус три. Погоня сейчас идет за Шеду Шаманом. Который убегает отсюда. Мак прыгает наперед. Может скастить импел. Но там был слишком далеко. Энеми. Без потерь. Без потерь. Самое главное. Дайгер у Энигмы. Это сейчас возможность убить Рошана. Или забрать Т2. Или возможно сделать и то и то. Но ладно. И то и то у них не получится сделать. Возможно Сайлент поковыряет немного вышку. А Резолюшн пойдет убивать Рошана. У него дабл дэмэдж. Он такую хорошую руну нашел. Для того чтобы Рошана убить. Да кстати. Кстати 16 уровень получил Резолюшн. Это большой. А вот это очень ранний 16 уровень. Если посмотри. Посмотри. Левела у команды Эмпайр. 16 резолюшн. 16 клинкс. И два 14 левела. Причем те герои. Им вообще плевать практически на 16 левела. Разве что Тинкеру. Тинкеру 16 и более полезно. Птица 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 пролетела. Сейчас Тинкер может пролететь. Птица Айгис не задынает. Я догадываюсь. Мало ли. А гем отобрали? Гем не отобрали. Да. Гем остался у мистера Ланема. Очень напряженная битва. Но самое важное это то что ДК начинает сноуболить. ДК это тот герой. Которому очень сложно набрать вот этот, знаешь, критическую массу артефактов. Которому нужно БКБ, Кираса, Дейдалус. Там еще какая-то хреновина типа Мьел Нира, например. Да. Если он начнет отставать по левелу и фарму от соперника, то он будет просто закапывать. То есть рано или поздно наступит такой момент, если Эмпайр будут с такой же скоростью наращивать свое преимущество. Резолюшина за хроносферу будет уже не так просто убить. То есть не он нужно будет дать прокаст полностью. А в этот момент Флетчер что-то может сделать. Именно, именно. И Флетчер с диффузами, он реально может что-то сделать. Он может убивать Муши, который, как мы видели, несмотря на то, что Мак там был кривой и промахнулся Эмпейлом, все равно Муши забрали. Диффуза две тычки буквально. Все нормально. Можно, можно воевать. Что там у Мага? У Мага появляется рецепт на Форс Тафф. Ну, сам Форс Тафф тоже, я так понимаю, не заставит себя долго ждать. Будут ли драться за это Тир 2 Таура? Я думаю, не стоит. Ворды Шадоу Шамана, возможно, стоит потом, где-то на отходе, попытаться поймать этих ребят. Другой Т2 ломает Сайлент. Посмотри, сюда партица Тинкер побаивается Сайлент, что его убьют за прокаст. Хотя, черт побери, у него есть БКБ. Не, ну все равно, там Шадоу Шаман с Даггером, это Хекс, а из Хекса ты уже не выйдешь никак. Кстати, кстати, Сайлент увидел птицу, увидел ланная ма, увидел, куда птица перемещается. Тут, тут, энигмята. Будут ли фармить? Нет, пока не фармят. На Сайлент помигал Маг, мол, типа, давай, братюнь, ты как-то поосторожнее бегай. Все-таки на вражеской территории. Ага, Resolution с флаем в смоке. Побежали. Как-то будут заходить, интересно, вот так могут зайти, вот так вот могут зайти, попробовать. Или они просто зашли, чтобы посмотреть, что происходит на Эншентах и на Бодруне. Сейчас кабана, заметили. Кабан такой, кстати, суровый, причесанный. Угу. Так, заходят. Птица. Видно птицу, да, видимо, там, кстати, какой-то детекшн, может быть, есть у Эмпайра. Нет, детекшн у Эмпайра нет. Ну, Эмпайр, Эмпайр сейчас будут подождать Тинкера. Это засада на Тинкера. Ах, Resolution заканчивается, смоу. А может он вышел из Вижена на самом-то деле, потому что ночь сейчас и... Ну, муж и другим немного занят. Он фармит стаки Эншентов, и причем довольно серьезные. Тем временем Бернинг дособирал себе БКБ и следующий артефакт, который он будет покупать, скорее всего, Аганим. Потом будет Рефрешер, последует за Аганимом. БКБ практически есть у Воида. Так, ну и что тут? Мак, Мак. Смотри, как пирничают Тоби команды. Мелькают везде вот эти утолярмы. Тут, тут, нет, они тут. Вот, все-таки никто не хочет попасться. Любая, любой провальный тимфайр сейчас для ДК или для Эмпайр может казаться фатальным. Так, ну и Резолюшн. Резолюшн сносит вышку. ДК тоже, обрати внимание, они не хотят драться за вот такие незначительные строения типа Т2. И имперцы это тоже прекрасно понимают. Главное, что булки не расслабить при заходе на ТТ-2, чтобы каждому такому таверу подходить с максимальной ответственностью, максимально сгруппировано и быть готовыми к битве. Вот Резолюшн возвращается у нас сейчас на топ. И остальным тоже нужно срочно сваливать. Потому что там проблемы могут быть так. Сайлент. Сайлента увидят сейчас. Сайлента сейчас увидят. Нет. Или увидели, или не увидели. Сайлент ушел. Пронесло Сайлента. Мак, Мак, беги. На дагерах, на всем, чем хочешь. Беги оттуда. Чипенко. Чипенко хорош реагирует. Вот это просто. Скорость кошки, реакция мангуста. Еще и щетину там. Еще и да. Еж, знаешь, когда ты такой. Так, там поймали, поймали, поймали Ванскора. Ну, Ванскор это дело наживное. Ну-ка, давай к ему. Минус мана. Момчик, в момчик. Смотри, а тут Резолюшн, Резолюшн. Нету формы. Нету формы у Резолюшна. Тут сложно догнать. И Форстафа Ботанки. Вот Айсайса тоже нужно добивать. Хорошо, извините, ты тычачка. Айсайсайсу еще буквально тычку. Хорошо. Хорошо. Разменяли это ведь Скайроссмага на Фейслес Войда. Это не дурно. Ну, это Чипенко гейминг. Решил себе покупать именно БКБ, да, а не Аганим какой-то и так далее. Интересно, почему? Потому что, наверное, Сайленс. Там тоже много контроля. Там, да, там Сайленс и много контроля. Там станут Никса, станут ДК, всякие, да, Сайленсы от Скайроссмейджа. И вдруг тебя еще накроет там Мистик Флэером. Тоже не слишком круто. И Аганим появляется у Бестмастера. Тут, на самом деле, будет очень много упираться в то, кто кого переконтролит. Тут маг есть? Есть маг. Можно нырнуть с Карапасами. Главное видеть Тинкера. Главное видеть, где он. И так, видели птицу, кажется. Да, ломают. Ломают все. Минус птица. Хорошо, вижена теперь нет. Сносит Тир-2 Тау. Там в Смоуки на бот заходят игроки команды ДК. Начинают ломать рейнджовый барак. И ломать рейнджовый барак, да. Он, конечно, крутой, но не настолько, чтобы за него сейчас погибать всей толпой. Шадоу Шаман. Хорошо. Цепляет мага. Из Энигмы высасывает дэмэдж. Ну и плевать. Ей, в принципе, дэмэдж не особо нужен. И вот он маг. Вот он маг. Нападает на Бёрнинга. Импейл. Все хорошо. Мистик Флэер мимо. Выталкивают Бёрнинга. Сразу же пошли стики. В миде в это время поймали Сайлента. У него Егиса нет уже. Я Егиса у Сайлента. Это большая проблема. И проперся на баш. Вот что-то человек такой. Ну, четвертого левела баш. Там пропереться на него не так сложно. Хотя бы Шадоу Шамана забрали. Но все равно размен Сайлента на Шадоу Шамана. И на линию. Сторону потеряли. Сторону потеряли. Это очень неприятно. Не все, конечно. Да, потеряли. Ну, там милишный-то отрегенится за некоторое время. Но все равно неприятно. Что в любой момент к тебе может вот эта гапша подойти и снести сторону. Тут тактически хорошо сыграли Дикей. Они очень грамотно все сделали. Они очень сильно могли пожалеть о том, что отдали импер там Рошана. Да, потому что имперцы, наверное, имели план сейчас идти и забирая Т2. Может быть, даже попытаться проатаковать Т3. Но Дикей очень хитро в смоуке вышли на пропушенную линию справа. И в итоге поставили варды. Вот эти вот наглые подлые варды. Шадоу Шамана второго уровня. Без Аганима, без Рефрешера. Просто варды. И в итоге удалось поломать вместе с Разором. Барак. Да уж. Такс. Муши, муши, муши. У Муши уже четвертый догон. До пятого там не хватает самую малость. Муши просто как робот. Вот это фух, 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 фух. Там прыгнул, тут прыгнул. Очень опасный, конечно, товарищ. Так, что там у нас по золоту? По золоту в нуле. Просто ноль. Реально, 40 голды разница была. 10 голды разница между командами. По опыту Империя немного все-таки впереди. Ну как? Нормально впереди. Потому что там вот тот самый Драгон Найт и Клинкс очень сильно набрали экспириенса. В принципе, и Жук тоже нормально себя чувствует. Пытается патрулировать. Тоже какую-то засаду на Тинкера хотят устроить. Но это очень сложно организовать. Учитывая то, что Муши весьма опытный игрок. И, не знаю, поймать его будет действительно сложновато. Ну и, во-вторых, потому что он ТПшится в основном туда, где находится хотя бы какая-то часть его команды. Там вдвоем, втроем засаду не выгодно для себя устраивать. Потому что можно сделать так, что вам самим засадят. ДиКей собираются справа. Атаковать хотят, наверное, последний милистный барак, который... Ну, в смысле, последний барак, который остался на бот-лейне. Ну, он уже почти фуловый. Глифа, правда, нет. И я не знаю, стоит ли за него сражаться. Стоит ли без Таура за вот... Да нет, стоит, конечно же стоит. Уже разрушенную линию по патру. Нельзя настолько зажиматься, вот... Слушай, а может быть, сейчас попробуй как-то спин попасть? Вот в смоке, правильно, правильно, правильно. Просто в спину. Вот сейчас Кабан тут ничего не увидит. Резолюшн идет байтить, видимо. Ну, типа показывает, что он, мол, якобы защищает линию. Да-да-да, типа дефает. Но без него тоже драться не стоит. Определенно не стоит. А все уходят. Айсос улетает. Все уходят, да, все разлетелись. ДК тоже поняли, что Империя не так проста, что можно и отъехать, если совершить неправильное движение. И они совершают самое, наверное, правильное движение для них. И то просто уходят. Хотя... Так, как дела идут у Сайлента? У Сайлента есть уже Кристалис. У Сайлента недолго до Дейдалуса. Урона у него очень много. Блин, я не знаю. Нужен Найт Сталкер с гемом. В точнее, не с гемом, а с этим, с Аганимом. Для того, чтобы всех вот этих птиц поотстреливать. Потому что это просто рвань какая-то. Да, летает птица, кабан. Ходит. О, Критану, кстати. Да, 483. Мне плохо. Что-то он как-то замедлен был. Видимо, ему кабан ударил. Ну и Империя, догадывается ли они, что... Ой, резолюшн, резолюшн, назад, назад, Роман! Роман! Ну... Сколько это будет продолжаться? Еще и Хроносфера! По двоим! Но... Стреляй, стреляй! Нормально там в таблоту наваливают. Ах, бедный жук не успевает прожать карапасы. Дабл килл от муши. И надо отходить, надо отходить. Ну, Рома, ну хватит бегать. Где попало? Да, даже под твоей базой это где попало, если вы играете против ДК. Бегать нужно с командой. И ведь игру против Нави проиграли, потому что Рому поймали. Рома, соберись! Сейчас байбэк был потрачен. Не самый лучший. Хотя у него вроде ничего недособранного нету. То есть все артефакты на месте. Ближайший артефакт еще не скоро появится. Единственное, что фарм. Фарм остановился самую малость. И вот, видим, фарм отдают там ванскору эти ворды. Флайу немножко дали ворды потыкать. Да, мага там вообще просто испепелил Тинкер. Просто его не ощутил. По одной простой причине. Потому что если этого не сделает Тинкер, то с Тинкером примерно это же сделает Никс Ассасин. Птица палит Сайлента. Он один, во-первых, очень долго будет убивать Рошана. Во-вторых, его там просто-напросто поймает. Байбэк теперь не будет у ДК. Кстати говоря, зря я его сделал. Потому что не грозило, мне кажется, после потраченной хроносферы и вордов. Какая-то опасность. Нету. Не было опасности для настроения Никмайера. Начали ломать ворды. Еще нужно ломать птицу. Птицу тоже поломали. Хорошо. Птица поломатая. Вард тут еще один стоит. Палит через Эншентов. Всю движуху команды Эмпайр. Практически всю. Или всю. Рома. 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 Погибает. Его за форстафели. Но в итоге хроносфера будет ли Блэкхол? Блэкхол. Блэкхол, Блэкхол. Хорошо, Блэкхол по ММАЮ. Отлично. Мак, карапасируй. Мак, отлично, карапасирует. Минус два. Вот оно. Вот оно. Вовремя флай подоспел. Вовремя подоспела команда Эмпайр. Да и Рома уже тоже жирноватый. Флай. Флай. Отлично. Малифайз. Ну дальше нужно давить. Нужно открываться. Нужен маг. Вот он маг. Вот он маг. Он идет. Он идет с Эмпейлом. Нападает на Бернинга. Моноберны там карапаси. Тычка, 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 тычка. БКБ. Да пофиг на БКБ. Сайлент. Он просто разваливает с руки. Резолюшн прожал БКБ. Потому что муж на него напал с Этериалом Дагоном. Но он пытался его поймать каким-то образом. В итоге не вышло. Опять-таки открывается у Эмпайр возможность забрать третьего Рошана в игре. Да, да, да. Нужно, нужно. Хорошо маг попадает Эмпейлом по птице, которая залетала на Рошана. Теперь нет, вижу. Ну и... Под Керасой смотри, как Сайлент настреливает. Да, очень больно. Сейчас продаст Аквилу, наверное, и возьмет Аегис или Сыр. Наверное, Сыр лучше Резолюшну дать. Он плотнее, он дольше живет. Да, согласен. Там сейчас заедалус еще должен залететь. Да, вот он, Аегис для Резолюшна и Сыр для Сайлента. Хорошо, хорошо. По-другому немножко сделали. Боттл это все-таки три сотни золота, надо бы его подобрать. Ну вот мы видим, что Войт со своими 140 урона это не проблема. Войт не проблема, проблема Тинкер. Задача Чипенко сейчас просто найти Тинкера и убить его. Просто прыгнуть на него с карапасами, с чем угодно. Не подставиться самому под хроносферу. Просто напасть на Тинкера. И тогда игра будет за командой Эмпайр. Да, Бисмастер только вот с Аганимом. Он уже на довольно серьезном ренже может цепануть. Септер, Каст Ренж, 950. А Блинк Даггер 1200 у нас, да, получается? Ну да. Практически на Ренж Даггера можно ультануть. Бистмастеру это не так уж и мало. Большое затишье на карте. Последняя внешняя вышка команды Дикей стоит на топе. Может быть Эмпайр пойдут туда в то время, пока на ботте и долончики там разбираются с крипами. Очень сильно пропушен лейн. Тут какой-то план какой-то ЛНМ рисует. Мол, давайте проверим, что там есть. Наверное, ворды хочет прочекать, снять. Вижен, детекшн какой-то может у него. Да, вижена нету теперь у команды ДК. Все ворды побили. Вот сейчас, если переключить вижен на них, можно понять, что они вообще ничего сейчас не видят. Они вот только-только узрели трех игроков команды Эмпайр на топе. Понятное дело, что остальные два тоже находятся примерно там. И имперцы хотят забрать Т2. И причем смысла отбиваться. Карапасики, так, били телепорт здесь в Муши. Но Муши не ошибка напрягается. Он с Castelry Arms, Soul Ring и уходит. Да, но Карапасов там тоже не самый большой кулдаун. Всего 14 секунд на последнем левеле прокачки. Поэтому Мак может часто так делать. И вот он, вот он вард. Вот он, очень важный вард. Я только хотел спросить, будет ли этот самый вард. Видят Муши. Мак, Мак, прыгает! Карапасы на Муши! Отлично! Тут Храносфера и Мистик Флэр. Мистик Флэр успели повесить Муши в таверне. Ничего не успеет сделать вард. Тут уже Сайланд начинает наваливать с руки. Давай, давай, Слэндушечка. Тинкер не хочет делать байбэк. Посмотри, какие стальные нервы у Тинкера. Ай, да молодец, Чипенко. Вот Мак все шарит. Главное не отдать сторону на топе сейчас. И все, и Мак тоже уходит на топ. На боссе, да, нельзя отдать сторону. Так, хорошо. Карапасики, Моноберн. Байбэки пошли от Тинкера. И вот тут-то самое интересное начинается. Аегис есть у Резолюшн. Он пытается разбить варды. Но Бернинг присосался к нему, кстати, клинком. Не отдаться, не отдаться на этот барак. Просто отойдите, отойдите от него вообще. Бросьте, фу, брысь. Ребята, ну зачем же вы на Резолюшн? Сейчас просто умрю. Но у него Аегис, хорошо. Вот, есть. Отлично. Минус ММА. Да или нет? Все, есть минус ММА. Сторону, сторону, сторону не задефали. Все. Тем временем, смотри, Сайланд расстрелял воида. Где Тинкер у нас? Тинкер вроде бы как в безопасности. Есть у него даггер. Сайланд отступает оттуда. Отдали сторону. Ну, это вот вынужденная, по сути, потеря команды Эмпайр. Да, сторону они там вообще уже никак задефать не могли. И... На миде. Сайланд встречает. У нее как-то били от вич там. Ланэм. Ланэмчик встрял. Надо ломать. У него гем. Его надо убивать. Его убьют. Все, хорошо. Убили Ланэма. Отлично. Ланэм, видимо, не рассчитывал, что убить Слепана, сделать нельзя его сейчас отдать. Не, ну там все, вроде нет кулдауна на геме в магазине. Сейчас мы быстренько это дело проверим. Да, гем не в кулдауне. Он уже, ну, старенький такой достаточно. И поэтому на тот можно, ну, не то чтобы забить, ну, там, курьера какого-нибудь отправить за ним. МАК покупает Юл. Интересный выбор. Артефакт такой своеобразный. Юл. Так. Ланэм, ланэм, ланэм. Сайланд начинает стрелять. ММА. Ой, как же больно здесь Бёрнингу-то. Больно Бёрнингу. Хекс потратили. Хекс потратили. Заставляют Бестмастера сделать байбэк. У Флайи есть Блэкхолл. Он сейчас потратил блинг 10 секунд КД блинка. Ну, сейчас вот МАК уже на месте. Топ запушен. Мид запушен. Проблема в том, что также ботом лейн пушится сейчас у команды Эмпайр. Но выход есть. Пойти, убить ДК, закончить игру. Смоук, может, какой-то будет. Или нету Смоука. Смоука нету. Форму Резолюшн потратил. Да, да, да. Надо отходить. Надо отходить. Надо либо идти атаковать прямо сейчас, либо отойти. И просто убегать. Следующий гем покупает Шедо Шаман у нас. Смоук, кстати говоря, валяется на базе рядом с ДК. Подбирает Смоук Шедо Шаман. Там начинают унитазы падать на базе Эмпайр. Да, но за унитазы воевать пока не стоит. Они на том, что мы поставлены. Ну, это такие, можно сказать, строения вспомогательные, которые помогают. Резолюшн, у тебя нету льты, ты понимаешь? Вот у тебя закончилась льта, отойди. Не глупи, Роман. Вот, все. Хорошо, ушли, дефить. Да, не дождались выхода со стороны ДК. Они не дождались бы, в принципе. ДК не настолько новенькие в этом мире доты, чтобы так просто отдать катку имперцам. Да, 47-ая минута игры пошла. Смотрим на графики. Графики, ну, очень ровные. 4 тысячи на такой минуте, даже 4,5-5 тысяч, это ничто. По опыту, правда, тотальный перевес у Эмпайр. Это огромный плюс, потому что у Скайрос Мейджа хорошие обилки. У Драгонайта там все уже прокачано давным-давно. Энигма с четвертым видной пульсом. Даже уже маг имеет 16-ый левел, то есть это последнего левела Виндетта. Ходи, гуляй в ней сколько хочешь. Сайлант купил себе Скади. Да, 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 есть такое. Очень плотный. Посмотри, 3200 хп. Да, хпшек, конечно, у него немало. Очень немало. Так, ну что там маг? Маг, кстати, нормально запаковался такими мансящими девайсами. Даггер, форста, фьюл. Его сейчас самого убить будет сложно, а в свою очередь он будет нормально наваливать. Главное сейчас... А если Сайс походу вообще не понимает, что происходит. Он вообще в курсе, что у них нет урона? А если Сайс собирает аганим, который ему не поможет вообще никак. Почему не поможет? Потому что вот этого пацана и вот этого пацана скоро будет убивать нечем. Сайлант будет слишком жирный. 20 брони. 3000 хп. Да, есть Тинкер, но против Тинкера есть Чепенко Гейминг. Посмотрим. Может быть, все-таки сможет он пощелкать. Пацанов, у ДК, кстати, по-прежнему сохранился сыр. Еще с третьего Рошана. Четвертый появится. Вот уже минуты полторы пройдет. И затем пойдет дополнительное время на этом Рошане. Мне кажется, вот так вот рассчитывается. Или это просто полторы минуты осталось? Я не понимаю, в общем, на этом круглом циферблате, что там происходит, когда появится Рошан. Только вот по сообщениям Дота ТВ. Ну, вроде одно деление – это одна минута, насколько я понимаю. Ну, вроде как, да. Да, вот это вот 8 минут. И тут раз, два, три. Ну, тут почему-то 4 деления. Или 3 деления. Раз, два, да. Тут раз, два, три. Короче, забей. Просто забей. Там справа внизу выезжает. Мы всегда там смотрим, чтобы не лохануться на этом таймере. Да. Ну, в общем, скоро появится Рошан. Приблизительно скоро. Поэтому надо как-то переждать. Нельзя ошибиться. Нельзя погибнуть. Ни в коем случае сейчас Эмпайр. Надо стараться держать линии отпушенными, чтобы вот опять вот этих вот атак в смоуках не было. Да, сейчас единственное, что нужно Сайленту – это Тревела. Все, и его запак как бы будет окончателен. Потом только диффуза градануть, когда закончатся заряды. Да, голдпак такой своеобразный у Плечера. Вот, вот, вот. Больше у него не должно ничего прибавляться. У Резолюшна по-прежнему есть Цир. Это вторая его, по сути, жизнь. Ровно там его как раз запас здоровья восстанавливает. И 5 тысяч на руках. Роман, давай только не как на Нага Сирене. Я тебя умоляю. Купи себе что-нибудь. Вот, вот, пойди и купи. Ни в чем себе не отказывай. На 5 тысяч. Ривер. Что угодно. Либо Кристаллис. Либо вот, вот, любой слот. Я понимаю, что Телепорт сейчас нужен. Я все понимаю. Но, блин. Он байбек держит. Кстати говоря, что касается байбеков, там... Нету байбека у Тинкера, но вот сейчас появится. Появился, да, байбек у Тинкера. Разору до байбека еще порядочно. И байбеки в кулдауне у Бисмастера. И пока что у Скайрас Мейджа. Но у Скайраса сейчас байбек как раз откэдэшится через две. Одну. Все. Ой. Что, ой? Где ой? Тинкер протонулся. Тихо, тихо, тихо там. Включил педали. Ну, там вообще непонятно, кто кого больше испугался. Сайлент. Муж или муж Сайлента. Ганимчик у Айса. А ганим не добавляет почти ничего. Кроме того, что периодичность файтов теперь чуть-чуть выше у команды ДК. Но это по-прежнему ничего. Тинкер, 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 тинкер. Тинкер улетел. Тут уже маг. Рошан появился. Рошан появился. Еще один сыр. А Егис, который уже положить практически некуда, если только отдать ДК. Ка, я путаю ДК команда. Ой-ой, нападать сейчас будут на Сайлента, смотри. Нападать будут на Сайлента, Сайлент. А у Сайлента ТП нету, у него ведь нет рвелов. Сайлент в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону. Сайлент. Ты меня услышал, Айрат, Айрат, хорош. Вовремя развернулся, смотри, показывает. Беги, беги прямо, направо, налево, куда. Точнее, нет, направо нельзя, просто прямо, прямо, прямо. Мне кажется, что он сейчас просто остановится вот где-то вот на этой точке и будет крипов рубить. Или нет, развернется? Нет, 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 это слишком рисково. Он вообще не знает, где сейчас находится враг. Он вообще не знает. Он догадывается, что его ищет. Эх, курочку-то не подрезать. А курочки там что-то? Ну пока что только варды, но летит она в секрет шоу. Или нет, она просто летит одного из саппортов, что-то в шаману, для того, чтобы вижен на карте поставить. Опять нашли Сайлента, вот он вот где. Так, ну и все, вот спалились на варде, теперь ДК. Теперь все, Империя понимает, где находится оппонент. И Ванскор возвращается на базу. Флай тоже рядышком. Кабана нашли, черт. Кабан пас Рошана, представляешь? Кабан пас его. Постава. ДД, опять хорошая руна. Тинкер, тинкер, смотри, где Тинкер спрятался. Его сейчас Сайлент просто найдет. Ах, ну тут, тут. Накричали на Сайлента. Попался Сайлент. Нет, погиб он. БКБ есть. Успевает поражать БКБ. Кабана съел, он убегает. Кабана, беги, Сайлентушечка. Подкоп. Мак, а там БКБ. Там пофиг на подкоп. Так, Мак отлично кара пассирует. Все, надо отойти, надо отойти. Или не отойти, или отличный мистик флеер. Это все-таки хороший мистик флеер, это минус бёрдинг. И дальше Айсайса бить, 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 бить. Стан, две секунды. Стан кулдауне. Точно уходить на Рошана, пока нет Разора, пока нет вардов, пока нет вообще ничего. Все, топ задефали. Тяжело пришлось Сайленту. Много он впитал. Выиграют Эмпайр в одном простом случае. Когда они пойдут и разобьют лицо. Вот первый нормальный. Опять Сайлента поймали, но без байбэка на этот раз все очень плохо. 120 секунд не будет флейчера. Да, и проблемы на Рошане. Серьезные проблемы на Рошане. Кабан палит Рошана, мало урона у Эмпайр. ДД, ДД есть у Резолюшна. Неужели они просто побоятся? Им нужно уходить. Они не заберут Рошана. Они его не заберут. Хорносфера там, да, будет. Хорносфера. Сайлента 100 секунд не будет. Придется, кажется, отдать этого Рошана. Кажется, придет отдать. Придется отдать. Ноль. У Сайлента ноль золота. Нету. Беден. Потрачено. Да. Ну вот, Империя уже не первую игру проигрывает только на том, что кто-то отдался до драки, да, где-то кого-то поймали. ДК, ты обрати внимание, они так... Ты их так хрен поймаешь. Вот это уровень. Тот самый уровень. Ну, у Империи пока еще есть какие-то шансы на победу, чтобы... Мне кажется, Аегис все-таки нужно Тинкеру отдать. Хотя у него байбэк есть. С другой стороны, у Айса тоже будет байбэк. Кому все-таки предпочтут отдать Аегис? Муша, судя по всему, да. Пьет банку, продает. Или сыр, или Аегис точно заберет. Забирает Аегис, Тинкер. И... Кто там у нас сыр тогда получается? Забрал Разор. Да, и Разор у нас с сыром. Разор, кстати, вообще не парится насчет Аганима. Он собрал себе Шиву. Не хочет выходить в дэмэдж. Такую... 40 секунд еще без саунта. Слушай, это дофига. Это реально дофига. Приходит Тинкер. Ну там, кстати, ульт уже до шамана откатился. И варды у него 16-го левела. Ну, 3-го уровня, как бы. На 16-м левеле он может прокачать их до максимального 3-го. Да, и тут на топе вышка, у которой 100 хп. Мак, Мак, давай вот-вот, извали, дольчик, пожалуйста. Флай подходит. 10 секунд еще до мидной пульса. Резольф. Придется отдать вышку. Тинкер давит. Тинкер щелет, он просто застрелил Мака. Моментально. Моментально байбэк делает Мак. Глиф. Хорошо. Нужен Блэкхолл. Замедление. Бернинг, Бернинг подставляется, но у него есть сыр. Он говорит, просто не дать прожать сыр, просто не дать прожать сыр. Он прожимает БКБ, он проживает. Смотри, где Бернинг находится. Бернинг, Бернинг вне драки. Все. Без Бернинга воюет. А если это кажется, понял. Все уходят. Дальше. Так. Рейнджовый барак упал. Да, тот самый рейнджовый барак, барак злополучный падает. Энигма купила себе рецепт рефрешера. Это два Блэкхола, но она не может дать этот Блэкхолл. Я не знаю. Флайу надо как-то зайти в спину, что-то придумать. Флайу надо просто самому пойти на пофиг, запрыгнуть. Вообще плевать на все, что происходит. Почему? Потому что то, что мы видим сейчас, это полная туфта. Щемление. Это щемление, да. И если у тебя не получается вообще никак дать Блэкхолл, ну так сделай что-то невероятное, и вдруг у тебя получится. Потому что в другом случае ты вообще ничего не делаешь. Да, надо входить первым, Эмпайр. В противном случае они рискуют просто-напросто поотдавать. Медленно, но уверенно отдадут следующую линию. Да, 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 да. Потому что вот мы видим, по накатанной у ДК все неплохо получается. Ох уж эти имперцы. Это еще повезло, что у Розора нету на самом-то деле Аганима, да. Вот был бы у него, например, Аганим вместо Шивы, да, предположим. Он бы просто поражал бы ульту и ничего не делая файти. Эта молния хлистала бы бараки, и они бы падали еще быстрее. Но там его форсанули, и он в итоге оказался вот где-то вот тут, кстати. Он тут вард еще поставили. Тинкер себе Бладстоун купил, между прочим. Ну, быстрее спан. Слушай, что-то эти ребята мутят, потому что это мало. Это мало. Это шанс, второй шанс для ДК, ой, для Эмпайр. Но был бы у Тинкера Хекс, все было бы очень плохо. Бладстоун это, ну, нормальная тема. В смысле, да, больше маны у Типа, но... Или он его продал, или что с ним сделал? Не, вот он лежит у него на базе. Сейчас Саурин, видимо, парит. А, это типа взял, попрокастовывал и полетел дальше. Я понял. Это тот девятислотовый Тинкер легендарный. Смотри, где Шадо Шаман стоит. Смотри на эту Крису. Как он четко все делает. ММА, блин. Просто гениальное позиционирование. Команда ДК. Просто по всем фронтам давят. Смотри, маг в виндетте. Он знает, что находится ММА там. Его надо очень быстро убить, пока он не поставил варды. Хорошо. Теперь я хорош. Очень четко все сделали. Вот так и надо. Так и нужно делать. Нужно идти давить. Выйти, продавить. Теперь приходится давить два лейна. То есть и бот, и топ. По топ сейчас идут и долончики. Птица летит. Ну, надо сейчас... Не знаю. Не отдаться до боя. Всегда проблемы Empire начинаются с того, что... Они играют в меньшинстве. Они кого-то отдали в лесу. И после этого начинается драка. Там какие-то байбеки. Там кто-то кого-то догоняет. В общем, фигня. У Сайлента байбек появится через 20 секунд. И нужно ему еще 1000 золота где-то нафармить. Ну, нафармит он ее на боте. Постарается, по крайней мере. Хоть там не так быстро фармишь. Этих толстых крипчиков. За них мало золота дают. Блин, нужно просто дать Сайленту бить. Вот, вот, вот. Смотри, попытаются, возможно, Муша поймать. Стакнет еще машинки. Не, побаивается. Муша, да, сразу назад. Блин, блин, блин. И ушел. Чепенко был слишком далеко. Мог бы, кстати, попытаться врубить Карапаша. Да, Мак, Мак, давай, соберись, Андрюша. Ты можешь. Мак, он и так пытается перемещаться максимально быстро. Естественно, извините, ты блинкаться он не может. И просто бегает на своих 473 мувспида. Он еще с Юлом. То есть, он, в принципе, очень быстрый. Ну и ДК отправляются на топ. ДК опять на топе. И вот движена очень мало у ребят из Эмпайр. Ванскор очень подставляется. Ванскору нельзя, нельзя. Иван. Байбэк будет у Вани. Так что... Что так? Ты похоронил сразу. Ванскор. Нет, ну, если его поймают, он не выживет точно. Там... Не выживет никто, на самом деле. Если кто-то один подставится под весь этот фокус. Вот опять Флай стоит на базе. Смотри, смотри, смотри. Смака будут нападать. Минус Ванскор. Все очень быстро. Муши, отличный Мэлифайз. Отличнейший Мэлифайз. Но дальше будете вы нападать-то или нет? Но если драться, то сейчас. Ванскор, все, пошел. У него байбэк, но слишком поздно, мне кажется, он сделал байбэк. Нужно было раньше нападать. Муши, стан, глипсо. Блэкхол, сейчас нужен Блэкхол, сейчас нужен Блэкхол. Флай, ну залети же ты, Флай, ну где же ты? Флай, да прыгни же ты, просто дай ты свою Блэкхолину. Флай просто ловит в табло крик. Флай убивает Разор. Ну Тинкера, Тинкера-то положили, посмотри. Да, и Бёрнинга, Бёрнинга пытается распаковать. Сайлент, Сайлент его неплохо наваливает. Есть диффуза, есть замедление, продолжает фокусить Бёрнинга. Бёрнинг отправляется в таверну. Есть много минусов. Надо дальше гнать, надо дальше гнать. Если что, если что, он сможет всегда ворваться. Флай с Блэкхолом. Флай с Блэкхолом был Блдрак и был Флай с Блэкхолом. Бёрнинга? Бёрнинга нету. А Байбэк у него, наверное, всё-таки имеется в наличии. Да, конечно же, поэтому тут уж... Кто вообще делал Байбэк? Ты видел, кроме Флая? Байбэк я делала два, кажется, товарища. Энигма, Тинкер и Ванскот. Да, да, да. Энигма, Тинкер и... Шадоу Шаман, Ванскор, да, и Тинкер с Энигмой. Четыре Байбэка было в этой драке. Два от Эмпайра, я так предполагаю. Да, и два от команды ДК. Но это радует то, что у Тинкера сейчас не будет Байбэка, конечно же, фанатов команды Эмпайра. Потому что стоит его один раз поймать, и это, скорее всего, поражение. Да, скорее всего. Ещё Никс подрезает из вендетты. А гем выбили? Нет, гем не выбили. Гем есть ещё. Собираются в смоке. Есть смок, смок есть. Сейчас можно попытаться просто пройти по миду и поймать вот здесь вот кого-нибудь. Это, конечно, очень рискованно. Но они идут, они рискуют. Нужен крипчик, нужен крипчик. Главное, чтобы не заметил вард какой-то, что Сайлент здесь крипчик и есть. Ну вот сейчас надо как-то проверить. Вот поставили вард, все увидели, что там ничего нет. Птица, 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 птица. Ланем, 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 ланем. Всё, 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 поздно, поздно. Ланем увидел, ланем увидел всё это дело. И слишком поздно становится. Да, слишком, слишком поздно. Но империя уже подошла. Блин, главное не медлить. С рефрешером, с рефрешером. Я только сейчас заметил. Он уважал уже, кстати говоря. Кто, Энигма? Воид. А, Воид? Да, Воид. Хорошо, Воид с рефрешером, окей. Говорят, что Воид только и ждал Энигму. Так понятно, что они все ждут друг друга. Но если ни один, ни другой ничего делает, Воид, он и в принципе с руки наваливает. А Энигма, что она делает? Просто в конечном итоге Энигма дала такой блэкхолл в одного на полторы секунды, наверное. Даже пофиг, что он умрёт. Он хотя бы на три секунды. Смотри, отлично врывается маг, но выталкивает сразу же. И Воид! Хроносфера по четверым! Флай стоит сбоку! Флай, Флай! Цепляет, смотри, он цепил ему уши! Муши цепляет, но Резолюшн, если у тебя БКБ нет, их БКБ у Резолюшна, но Муши зацепили. Муши надо убивать, Муши! Муши, фокусить, фокусить его! Стерли с лица земли Муши! Он уже падает у Эмпайр тем временем. Там Т4 практически поломалась. Дальше вы пойдёте или нет? Байбэк от Разора, Т4 падает. Мид целый, невредим фактически. Забрали Тинкера. Минуту без Тинкера, но не рискнули Империя идти дальше. И не рискнули. Очень долго убивали Тинкера, потому что у Резолюшна было крайне мало урона. Хороший статиклинг скастовал Разор. Что за игра вообще происходит? Ну, валидол гейминг, как обычно, всё по накатанной. Айсайсайс шуршит монетками, передаёт Мидас из Курьера и обратно. Хата крутится, ловая хамутится. Вот Сайлент, главное сейчас не забросить. 5500 у него есть, байбэк есть, но не стоит провоцировать соперника. Так, Рошан, пятый, если я не ошибаюсь уже. Ну, где-то так, да. Что там с сыром? Сыр ДК кушал. У ДК 7500 золота и при этом есть байбэк. Ну, я уж тут не знаю, ну, даггер можно купить, прыгать уже с этим даггером, цеплять кого-то. Что-нибудь, ну, как-то нужна проблема в инициации. Вот опять Симпайр, они стоят, смотрят, в них прыгают, воют, их цепляют. Им надо самим как-то прыгнуть. Ну, скорее всего ты прав. Скорее всего ты прав. Ну, блин, забивать слот даггером, это, конечно, тоже не очень круто. Да, понятное дело. Нет, ну, тогда продавать Шадоу Блейд, продавать Шадоу Блейд, покупать Дейдалус. И всё. Просто залетать с даггера и с Дейдалусом вот так вот в табло, в табло, в табло напихивать. Птичка видит. Дейдалус. Купает Резолюшн. Уже, уже половина плана сделана, продать Шадоу Блейд, купить даггер. Ему, наверное, придётся продать Шадоу Блейд. А, у него и так байбэк будет, всё в порядке. Вот, 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 вот так давай. Бам! В крипа 765. Роман, Роман. Мне нужен даггер. Есть мнение. Просто я помню вот это вот. Ну, хорошо, у Резолюшна есть свой плюс. Он рейнджовый герой, там, во время файта. То есть, это ещё более-менее ок. Потому что, вспоминаю я Бёрнинга на Свене, у которого не было ножек. Там кто-то БКБ прожал. Смотри, 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 смотри. Мак-то идёт. Идёт атаковать. Тут есть детекшн какой-то? Гем у Бестмастера по-прежнему. Там у кого-то только что была паника. Я слышал БКБ. Кто прожал БКБ? У Энигмы... Не знаю, в этой табличке айтемов не посмотреть. Придётся прокликивать. Тинкер прожимал БКБ, но оно... Да, прожимал БКБ. У него 70 секунд должно быть КД на БКБ. Но сейчас у него 55, скорее всего, именно он и прожал. Да-да-да, это был Тинкер. Это был Тинкер, запаниковал немножко Муши. Правильно-правильно, надо заставлять паниковать. Надо заставлять делать ошибки, нервничать. Смог. Я думаю, там у Империи сейчас просто коленки уже в стол снизу проколотили просто после этих драк. Настолько, настолько ответственный матч. Нельзя его упускать. Нельзя, ни в коем случае. 65-я минута игры пошла. Деньги! Разница в 10 голды! Как это вообще возможно? О, мой бог. В опыте там что-то 13 тысяч, ну и... Птицу Резолюшн сдул перегаром. В общем-то, какая бы не была разница в золоте сейчас, проиграет та команда, которая трон упадет. Да, и трон пока что, кажется, падает у ребят из Эмпайр, да. Да, и надо им что-то с этим делать. Крипы подходят, крипы ломают. Хитрый Шэдоу Шаман. Визи, боже, какую халявную руну в этой ситуации находит Шэдоу Шаман. Он просто пойдет на тупую ватку от ворды. Стоять еще минуту. И ему все равно. Погибнет он, не погибнет. Он поставит ворды и, по сути, Т4 упадет точно. Да-да-да, там поймали кого-то. Там напали на мага. Маг успел проражать Карапасы. Маг успел проражать Карапасы. Муши прораживает БКБ. Маг, да пойди же ты ему и ССР. Ой, свиньде ты, свиньде ты, свиньде ты, свиньде ты. Ты понимаешь? Ну, кол! Хороший, посмотри, был укол какой дает. Он, если он оффлай, есть рефрешер. Второй укол он не смог. Он пошел. ССС, ССС понимает, что, ну, Энигма, ну, пофиг на Энигму. Не убьют Резолюшна. Резолюшн слишком жирный. Сделал байбэк Муши, Муши не возвращается. Трон, ребята, трон, ребята, трон, ребята, ломает ММУА. Там много крипов, там ворды. Да, ММА действительно ломает трон. Боже мой, что происходит? Какая же это грязь. Резолюшн летит, летит в инвизия. Летит, сейвит трон. Тут летит. Тинкер, да, разбежит этого крипа. Минус ММА. Все, ловите ССС, ловите ССС, отлично, фраг. Трон отрегенится, трон отрегенится. Главное, что задефали вот эту главную инициацию с бруста. Все, героев отбили. Нормально, от криповщиков отобьетесь. Трон отрегенится. Фу, воида байбэк только есть. Вот печальная новость. Рефрешера у парня не будет, но хроносфера, конечно же, появится. Ужас просто какой-то. Какая же плохая ситуация для Эмпайр. Они просто не могут выйти с базы. Потому что этот коварный шедоу-шаман, этот коварный тинкер. Всем нужны просто травела. На самом деле, решение проблемы есть. Просто покупаешь травела и с кулдауном в минуту вот ходишь туда-сюда. Один удачный заход, и ты выиграл. Империя, мы видим, они побеждают в драке в лицо. У них есть резолюшн, которого вообще-то уже не убить. Сайленту плохо. Жмет БКБ. Сайлент, сайлент. Не шутит и так. На самом деле, маг очень четко сделал в прошлом моменте. Он успел поражать тогда карапасы. И в него не вошел весь урон, который в него выдал тинкер. Маг тогда выжил после прокаста тинкера. Что весьма сомнительная такая штуковина. Ну так. Птицу получила. Вот будет неприятно, если Муша все-таки соберет пачечку некров и будет перекладывать ее вместо чего-то. Сейчас пойдут какие-нибудь некра, у шаду-шамана, у еще кого-нибудь бистмастер с рефрешером. БКБ обновляет Сайлент. Понимает, что нету... Два БКБ у него, кстати говоря. Резолюшн тоже тогда не помешало БКБ обновить. А подожди, вместо чего он... Вместо Оршида. То есть побольше хп, побольше... Решил продать Оршида. Ну это, кстати, ну такое. Не, ну я думаю, что он сейчас выложит БКБшечку одну. Не так важно. Рошан. Рошан упадет очень быстро. Рошан упадет настолько быстро, что линии не успеют продавить. И Тинкер прилетает. Знают же, знают же, что там халявная точка для Тинкера. Тинкер ушел. Отлично, подловили муши! Но сразу же идет крик. Резолюшн. Прожать БКБ. Прожать Рефрешер. А Сайлент без Байбека. Сайлент без Байбека. И Флай дает хороший Блэк Холл. Но Блэк Холл и Мак подкапывает Ланема. Резолюшн начинает раздавать жар. А там Шедоу Шаман уже с вардами ставит варды на трон. Это провал. Это просто провал. Вторая Хроносфера. Погибает в Анскорсе и Час. Погибает ДК. Это кажется ГГ. Или еще нет. Или еще будут воевать имперцы. Мак, Фикси, Резолюшн отбивает варды. Ну просто должны сейчас на базу идти парни из ДК и сносить трон. Да, там Дизейбл и Шеклз. Резолюшн погибает. Ну хотя может хоть что-то сделает здесь. Мак нет. Это поражение команды Импайр. Просто ГГ. Просто ГГ. Флай ставит паузу. Не будет вам победы. ДК Виктори. Офигительный матч. К сожалению, Империя терпит поражение. Это конечно не говорит о том, что они вылетают с Интернешнала. Но это все меньше и меньше дает им шансов на выход из группового этапа. Напоминаем, что 6 команд покидают групповой этап. Из 16. Ну и я даже не знаю, что тут можно добавить. Сейчас, надеюсь, нам вновят статистику. Сейчас напишу ДК Вин и мы посмотрим турнирную таблицу. Где же, где же, где же. Да, уже обновили. Уже обновили нам стату. Мы открываем турнирную таблицу. И видим, что Эмпайр занимает предпоследнее место наряду с Маус Спортс. Раз, два, шесть. Команда ДК на третьей строчке со счетом шесть, три. Плохи дела у наших пацанов. Они уже даже рискуют остаться в принципе без денег. Но впереди еще семь матчей. Надо побеждать. Надо потеть. Надо стараться выжать максимум. Что ж, друзья. Это был невероятный матч. С вами его провели Форс и Каспер. Я вам даже, наверное, покажу сейчас наши контакты. Если вы хотите знать, куда нам жаловаться. На то, какие мы ни о чем. Ну и, собственно, у нас впереди еще будет целых две игры. Не знаю, как мы будем их комментировать после такого. Но я надеюсь, что они будут просто не менее интересными. Ну, это уже сложно будет, знаешь, такое сделать. Чтобы они были не менее интересными. Да, впереди у нас Ньюби Вичи Гейминг и Ньюби Маус Спортс. В теории тоже должны быть неплохие каточки. Фух. Ну, а мы с вами пока прощаемся. Ненадолго. До следующего матча, который начнется как только, так сразу. И давайте, далеко не разбегайтесь. До встречи.